Денис, приветствую тебя! Привет всем! Очередной долгожданный эфир. Хорошо, что снова получилось увидеться и, соответственно, как говорится, прямо на горяченькое, потому что сегодня заседание Европейского Центрального Банка, то есть обсуждать действительно есть то. И сегодня, если ты не против, можно как раз выделить внимание перспективам европейской валюты. Также можно посмотреть еще на рынок нефти, учитывая вот этот безоткатный гиперрост, маркерский максимум, по-моему, уже по бренду, по WTI. И я допускаю, что это даже еще непредельный уровень, учитывая тот фундаментальный фонд, который сейчас толкает рынок черного золота вверх. И также можно еще посмотреть золото. Опять же, почему? Потому что на золото, скорее всего, очень сильно повлияет завтрашний уже отчет. По индексу потребительских цен в США, инфляция в Штатах имеет большое значение для всех рынков сейчас, потому что от показателя инфляции зависит действие Федрезерва, от действия Федрезерва зависит действие других центральных банков и вообще отношение к риску и к доллару. Вот на этих трех активах я предлагаю сегодня остановиться, если, конечно же, у тебя есть желание. Либо ты видишь какие-то хорошие возможности по другим инструментам, я только за, если их подсветишь. Так, ну что, давай тогда демонстрация экрана, начнем с меня. Да, давай. Так, ну что, европейская валюта. Сегодня, друзья, прям совсем скоро, можно сказать, что через несколько часов состоится заседание Европейского центрального банка, традиционно опубликует решение по процентным ставкам, депозитная ставка, ставка рефинансирования и классически тоже уже по устоявшейся традиции через 45 минут после этого состоится пресс-конференция руководства ЦБ Кристин Лагард. Что у нас в моменте по паре евро-доллар? Несколько торговых сессий, уже такой штиль, затишье, но это затишье, мне кажется, как раз обусловлено с тем, что немногие хотят сейчас срыпаться, торопиться с открытием новых сделок, учитывая такой навес, вот этот фундаментальный, значимый для перспектив евро в виде сегодняшнего события. Что думаю я? Я думаю то, что Европейский центральный банк, конечно же, сегодня не повысит процентную ставку, потому что было бы глупым это решение сейчас, потому что параллельно еще действует программа количественного смягчения. Ну, в общем, так дела не делаются, нужно сначала ее полностью свернуть, от нее отказаться и потом уже поднимать вопросы об ужесточении политики в виде роста процентных ставок. Поэтому моя дорожная карта, как того, кто внимательно следит за новостным фоном, предполагает следующее изменение. Сегодня мы как раз услышим о полном завершении программы количественного смягчения и ЕЦБ может анонсировать первое повышение процентной ставки на июль и также намекнет на готовность повышать ставки дальше на последующих заседаниях, например, в августе, сентябре, октябре и в декабре. Что позволит в конечном счете вернуть ставку сначала к нулевой отметке. Я напоминаю, что сейчас она далеко на отрицательных значениях. Вернуть ставку к нулевой отметке и, возможно, к концу года повысить ее до 0,5%. Но здесь фишка в том, что не только я так думаю, что вот такие изменения произойдут. Мы помним вот последний рост европейской валюты, который фактически с конца мая начался, в результате которого пара евро-долларов восстановилась с уровня 1,04. Вот до текущей планки, ну почти, ладно, если взять, 1,08. И вот этот как раз рост, он пришелся на заявление Крисин Лагард, тогдашнее заявление о том, что ЕЦБ тоже уже устал наблюдать за происходящим со стороны, готов мешаться, ужесточая монетарную политику, как это делают прочие центральные банки. И вот эти планы ЕЦБ, которые ранее были озвучены Лагард и стали вбросом таким неожиданным для участников рынка, они уже стали причиной достаточного укрепления европейской валюты. И я не могу себе представить, на чем сегодня евро мог бы улететь прям совсем в космос, знаешь, там выше уровня 1,0850, если всем и без того понятно, как и что должно измениться и какие коррективы должны произойти. Моя сделка, Денис, на сегодня я все-таки ожидаю, что первая реакция европейской валюты на долгое, за первое, за долгое время ужесточение политики, ну, скорее всего, будет предполагать рост, но не то чтобы значительный. Поэтому я предлагаю забросить отложку селлимит в диапазон 1,08-1,0850. Вот можно выбрать какое-то значение в этом рубеже. Соответственно, если это будет 1,08, ставим стоп-лосс там на 60 пунктов повыше, 1,0860, и ожидаем все-таки снижения европейской валюты вниз, развитие нисходящей динамики. Если не к концу этой недели, то у нас в следующей неделе, потому что в следующей неделе заседание Федрезерва в среду. Соответственно, во время нашего с тобой следующего эфира уже будем снова по горящим следам разбирать еще одно важное фундаментальное событие. Поэтому первая реакция по моему прогнозу – это рост европейской валюты максимум пунктов на 80-100, потом инициатива перейдет к продавцам, и они уже снова потащат евро вниз. Так, что касается рынка нефти. Вот 23 доллара за баррель, рост продолжается, уже мартовские максимумы, и на одном из своих последних эфиров я обозначал цели со ссылкой на несколько инвестбанков. Например, JP Morgan ожидают 130 долларов за баррель к концу августа, Saksa – 200 долларов за баррель, хотя оговорился нет, JP Morgan – 150 долларов за баррель. Но в Saksa 200 у них всегда такие нереальные прогнозы, но сейчас настолько неоднозначный и настолько подходящий фон, скажем так, для такого ралли, что я бы не стал называть этот прогноз совсем уж прям нереалистичным. Все может быть, особенно в тех условиях, которые сформировались на рынке сейчас. Черное золото растет. Почему? Потому что опасения, которые абсолютно объективны, что новый пакет санкций ЕС против России, он уже распространился, как мы прекрасно понимаем, на энергетический сектор. И, конечно же, это приведет к резкому сокращению объемов поставок и добычи. Вы сидите к проблемам дефицита предложения, а рынок и без того уже был в состоянии вот этом дефицитном. Поддерживают цен на нефть сейчас спрос бешеный на американском рынке в условиях ограниченного предложения. И, собственно говоря, на этой неделе Байден объявил чрезвычайное положение в США из-за дефицита источников генерации электроэнергии. Тоже о многом говорит. Я думаю, что это останется фактором поддержки для цен. Смягчение ковидных ограничений, хотя вот только что, перед тем, как выйти с тобой в эфир, новость увидела, что снова в Шанхае растет количество заболевших, и они опять начинают закрывать организации, предприятия, которые находятся вот в этих очагах, где выявлено распространение инфекции. Это вот все их политика нулевой терпимости, когда несколько случаев приводят к блокированию опять же районов и снова заставляют всех паниковать, а что если закроется весь Китай, что будет мировой экономикой и так далее. Но я думаю, что все-таки до нового локдауна дело не дойдет, а впоследствии будем наблюдать за восстановлением экономической активности и более высокими объемами потребления нефти, что в условиях дефицита предложения продолжит толкать бренды WTI все выше и выше. Я уже нахожусь в длинных позициях. Вот на текущих уровнях как-то очень трудно прогнозировать, с какого значения было бы уместно выкупить с нового бренды WTI. Ну могу предложить ориентироваться на уровень скользящий средний, 137-й период, вот мне он нравится. Это примерно в районе 120 долларов за барр. Если скорентируемся до туда, можно будет с стоп-лоссом в районе 3-4 долларов выкупать с целями уже движения выше 130 долларов за барр. И еще одна, третья сделка, это, собственно, рынок золота, как ты правильно отметил, в таком боковике уже находится долгий период времени, собственно, как и европейская валюта. То есть золото тоже нуждается в фундаментальном триггере. И этим триггером вполне может стать как раз пятничный отчет по инфляции. Учитывая, что многие прогнозируют значительный рост инфляции в США, я очень надеюсь на то, что в этот раз к золоту отнесутся с уважением, точнее, к его статусу, как того инструмента, который может помочь все-таки попробовать застраховать капиталы через рынок драгоценных металлов, который априори по всем канонам экономической теории должен расти, когда повышается инфляция. Это не всегда работает в последнее время. Но вот я уверен, что в эту пятницу все будет иначе и логичная реакция может восторжествовать. Поэтому в качестве сделки можно подбирать золото хоть с текущих уровней, но, наверное, было бы неплохо дождаться все-таки теста поддержки 1830, стоповоз закинуть на уровень 1820 и ждать уже роста в район 1880-1890. В общем, ждем два важных события – ЕЦБ сегодня и данные по инфляции. На рынках будет жарко, и я очень надеюсь, что сделки, которые я анонсировал, они окажутся в итоге результативными. Денис, слово тебе. Включаю экран. Отлично, у меня должно быть уже и видно, и слышно хорошо. Да, уже видно все. Да, супер. Так, ну что ж, могу сразу сказать, в принципе, по большей части мнение у меня совпадает с некоторыми корректировками касательно уровня. Значит, начнем с евро. По евро у нас сейчас в текущем контракте, который фактически уже экспирируется на этой неделе, то есть у нас завтра будет экспирация июньского контракта. Я его специально сейчас включил, потому что фактически мы сейчас находимся на сентябрьском, то есть уже открытый интерес перешел больше на фьючерсный сентябрьский контракт, но тогда мы не увидим предыдущий объем. А здесь это все-таки ключевая роль. Почему? Потому что во всем уже экспирируемом контракте у нас очень крупное накопление сделано внизу, вот в этой зоне, то есть 1,0530, 1,06 там с копейками. Дело в том, что этот диапазон, помимо того, что там зона покупателей, сюда попадает контрактный бипок, июньский, здесь также у нас и контрольная маржинальная зона. Я считаю, что если цена сюда сможет добить, если она добьет, то отсюда будут достаточно хорошие дальнейшие покупки к верхней границе рынка. Верхняя граница сейчас в действующем месячном контракте находится на уровне 1,09. Там премии даже еще немножко выше находятся. Я также не исключаю, что попытается сделать вот такой вот треугольник. То есть я внутри подобных формаций вообще никогда не торгую, но это очень неблагодарное дело, потому что, сам понимаешь, частенько могут выносить его в обе стороны, и тем более таким легким движением руки любой треугольник превращается в самый обыкновенный канал. Поэтому я не люблю в этом плане граффигуры, но на всякий случай здесь нужно учитывать тот момент, что могут попытаться и от нижней границы к той же верхней 1,09 дойти. Я также какие-то не жду, что сегодня скажут о том, что мы повысили ставку. Нет, они, как правило, европейцы это такие самые, наверное, злостные консерваторы в этом мире, и поэтому если они будут повышать, они будут повышать, потому что с инфляцией в любом случае бороться надо. И они об этом еще раз 150 скажут заранее. Поэтому я думаю, что сегодня они все-таки анонсируют. Я читал тоже мнение инвестбанкеров. Практически все из них совпадают о том, что первое повышение будет в июле, на июльском заседании ЕЦБ. То есть, таким образом, сегодня у нас скорее это будет, ну, такая, скажем, затравочка к тому, что на июльском заседании все-таки будет повышение. Тем более, сколько это уже времени прошло с момента последнего повышения ставки? Лет 11 где-то? Да. Или даже больше. 11, да? В 2011 году последний раз был. А, ну, вот все правильно. Значит, 11 лет уже прошло. Поэтому, как ни крути, но это очень значимое событие в финансовом мире будет. Поэтому, если даже сегодня не повысят, но скажут, что следующее заседание повысят, то я думаю, что в моменте мы все-таки позитив увидим. Единственное, вот насчет уровня 1.08, я прекрасно понимаю, откуда этот уровень. То есть, вот он как такой локальный значимый взят, но я бы к ним очень-очень осторожно относился, потому что здесь более сильное накопление, плюс как зонка вращения, она находится немного выше, в районе 1.09. Здесь профиль хоть и не крупный, хотя если его вот так вот сделать, то мы получим очень серьезное накопление вверху. Но я специально взял чисто по последнему локальному движению. То я думаю, что где-то 1.09 вот в эту область цена может убить, потому что подобные уровни, как правило, с большой точностью цена практически никогда не видит, но это очень большая редкость. Так что ждем. Локально все-таки, я думаю, будет рост, а там дальше уже в процессе смотреть. Если добой вниз, то вот эта зона просто шикарная. Ну, здесь прям видно, он подсвечен, этот объем. Зона реально очень сильная. Поэтому либо один, либо второй вариант, но у них абсолютно одинаковый конечный результат, как по мне. По поводу золота. С золотом я с тобой согласен. Единственное, немножко не согласен с уравнями. Я, если честно, не вижу здесь добоя до 1830, потому что, по моему мнению, если бы хотели сюда сделать добой, его бы сделали еще в начале этой недели. Потому что, глядя вот чисто на данную формацию, здесь у нас был выброс вниз, выброс вверх и второй сегмент накопления. То есть предыдущее локальное накопление раз, второе локальное накопление два. Они, как правило, симметричны друг относительно друга. При этом очень неплохо вырисовывается. Можно предварительно сказать, что это канал. Пока нам в виде канала особо не нужен. Я так его предварительно нарисовал. Но как трендовая поддержка здесь тоже есть. То есть точка 1, здесь очень близко касание. Точки 2 и вот точка 3. То есть, в принципе, очень неплохо движется вверх. И я думаю, что если даже попытаются еще раз там откидывать вниз, ну, может, достанут до депока нового фьючерсного контракта. Он сейчас находится у нас на 1846. То есть такой вот диапазон. Здесь же область зоны покупателей есть крупным объемом литым. Вот он прям аж залеплен так хорошенько. И сюда тоже попадает у нас маржиналка. Вот маржиналка цена увидела. Очень красиво от нее отскочила. И следующая вот одна вторая маржинальная у нас находится как раз на сопротивлении 1872. Именно здесь я буду половинку как раз покупок фиксировать. Остаток уже сопровождать здесь по уровню на 1890 и вплоть до 1910. Вот поэтому я лично все-таки по золоту на рост. И тем более, учитывая то, что у нас в опционном плане там достаточно хорошие перекосы идут. Именно с точки зрения роста и вливания хорошие тоже сделаны. Особенно вот вверху выше 2000. То я считаю, что рост у нас будет приоритетен. Поэтому здесь мы с тобой абсолютно согласны. Единственное, только вот я не уверен, что 1830, что сюда сбросят цену. А в плане роста абсолютно вообще никаких вопросов. Касательно нефти тоже полностью поддерживаю. И я всю эту неделю вот и для своих подписчиков Сокрытого канала показывал еще с понедельника, что самая первая цель здесь ожидаю как раз в районе 124. Там буквально чуть-чуть не достал. До 123 дошло, 124 там немного осталось. И то эту цель сейчас даже сдвинули. А вообще в перспективе, я думаю, что перехай будет где-то на 130. Цену такие вытолкают. Глядя вот на текущий профиль, у меня лично складывается впечатление, что у нас есть два варианта с абсолютно одинаковым конечным результатом. Либо же могут прямо от самого ближайшего накопления, это получается где-то около 119, отскочить. Или же попытаться вот прямо на границу канала дойти. То есть у нас есть такой красивый канальчик вверх. Либо же как трендовой поддержки. Она тоже очень хорошая, кстати говоря, траектория у нас попадает. Мы ее даже чуть-чуть можем вот так вот подкорректировать. Смысл вообще никак этого не поменяется. То есть раз, два, три точки на одной траектории у нас есть. Если цена попытается здесь добить ниже, то есть и стратегический уровень поддержки у нас есть, и динамический уровень, то отсюда очень неплохо можно спикировать. Тем более по опционам у нас верхняя граница следующего месяца как раз начинается. Вот страйк находится на 125 и премия там уже на 130. А экспирация у нас действующего контракта опционного как раз будет на следующей неделе. Поэтому, как по мне, то все очень логично выглядит. И заливки там тоже, кстати говоря, очень неплохие делались. А для поддержки, кстати, ближайшая заливка как раз попадает вот на 116. То есть тем самым подчеркивая важность этой поддержки. Поэтому, если смогут сюда добить, то, как по мне, это будет очень выгодно, очень грамотная сделка. Потому что предыдущая была, кстати говоря, вообще прекраснейшая. То есть тоже у нас было снижение вниз. У меня была заранее подготовлена здесь зона для покупок. Специально ее сочетал с локальными уровнями. Депок еще с прошлого контракта тоже брался дополнительно. И маршиналка, короче, идеально все совпало вот в эту зону. Как мы видим, выход с этой области тоже у нас красивый состоялся вверх. Ну и фактически сейчас нечто аналогичное, только, может, не такое резкое снижение. Но, как по мне, все равно красиво вписывается. В общем, здесь я с тобой тоже полностью согласен. Немножко такую корректировку внес по уровням. Но общая направленность у нас все равно остается полностью синергичная. Поэтому радуюсь, что даже... Вот это мне всегда нравилось в наших с тобой обзорах, что и техника, в данном случае фундамент, действительно прям бьют воедино. Денис? Да, тем более стараюсь вот такую расширенную технику делать, чтобы с разных сторон такое разнобокое, разностороннее мнение у нас получалось. Поэтому, да, даже спустя, насколько перерыв с тобой был, где-то почти, наверное, 4 месяца, да, и все равно вот общая синергия сохраняется. И я считаю это прекрасно, особенно вот нашим зрителям, кто будет смотреть этот наш обзор, то тем более будет полезно. Ну и заодно лишний раз на нас посмотрят. Денис, спасибо тебе большое за твой анализ, за твое точку зрения, за те рекомендации сделки. Безумно рад тебя снова увидеть. Соответственно, если у тебя будет время, было бы неплохо поставить на рельсы, опять же, наш совместный контент на постоянную основу. И также, опять же, чтобы не дезориентировать людей по четвергам, как мы это всегда делали, давать апдейт по рынку и держать всех в курсе, на чем сейчас можно заработать и где скрываются вот эти возможности. Еще раз большое тебе спасибо. Готовимся к ИЦБ, к данным по инфляции. Если на рынках будет жарко, друзья, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это всегда очень важно. Риск менеджмент на вас. С нас вот подсвечены инвестидеи. И тебе тоже, Денис, классной отработки этих событий и хороших трейдов, и хороших выходных. Тогда увидимся. Спасибо за замечательную встречу, которая скоро будет у нас на потоке. Ну и, конечно же, рад буду видеть по четвергам. А и не только по четвергам важно. И отличного тебе закрытия недели. Спасибо. Пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok